Приветствую вас. Девочка совершенно очевидно перестала вам доверять из-за того, что вы сказали ей о том, что если она не переедет к вам пораньше, то вы найдете другую. А она ощутила себя средством, она ощутила себя какой-то такой не единственной, а лишь только нужной вам для каких-то ваших целей. И понимаете, сейчас девочка вам не доверяет. У нее нету к вам вот такого доверия, которое было допустим раньше. И для того, чтобы это доверие восстановить, она начала объяснить ей свою позицию, соответственно, того, что вы ей сказали. То есть, например, вам нужно донести до девушки, что провоцировало вас сказать такие слова, чтобы вновь восстановить ее доверие к вам. Потому что пока на данный момент, ну, этого доверия нет. Вы можете донести до нее, например, тот факт, что вы просто хотели побыстрее ее увидеть, вы просто хотели как можно скорее оказаться с ней и так далее. То есть, как-то вот объяснить ей ваши слова, чтобы она не думала, что вы действительно готовы были ее променять на кого-то другого. Но если бы она, например, ну, реально не приехала, что, честно говоря, вполне может произойти теперь, потому что девочка может пожелать вас проверить. То есть, просто проверить вас в том плане, найдете ли вы действительно другую себе, если она к вам не приедет. Вот. Это первое. Второе. Значит, второе, что вам нужно сделать, это внуш, по сути, ее завоевывать. То есть, вот вы здесь сейчас общаетесь с ней по телефону. Это хорошо, что связь между вами не прервалась. Вы по-прежнему взаимодействуете. Теперь от вас требуется только лишь последовательность, терпение, вежливость и чуткость к ней. Что это даст? Ну, во-первых, вы убедите ее в том, что для вас важно в первую очередь ее самочувствие, для вас важно в первую очередь ее ощущение, для вас важно в первую очередь то, чтобы она была в комфорте, в своей тарелке, да, чтобы она чувствовала себя уверенно и так далее. Вы убедите ее в том, что вам важно ее самочувствие. Вам важен ее душевный покой. И когда и если вы сможете это сделать, то она постепенно вновь расположится к вам. Но на нее требуется время. То есть, понимаете, каких-то таких вот особых, прямо поведенческих элементов от вас не требуется. Просто постарайтесь вести себя грамотно, вести себя как-то вот выдержанно, спокойно и так далее. И время обязательно покажет вам и девочке, созданы вы друг для друга или нет. Но и для себя обязательно, как бы, определите, во-первых, что заставило вас начать давить на девушку, потому что это уже наложение ваших собственных интересов на нее, на ее границы, на ее сферу, на ее личное пространство. И почему вы так активно начали на нее давить, тем более еще используя такие слова. То есть, смотрите, вам нужно с одной стороны определить, почему вам так важно, чтобы она приехала раньше Нового года. Зачем вам это? Откуда такая повышенная заинтересованность, повышенное желание без учета интересов самой девушке? То есть, вы почему-то думаете только о себе. И, во-вторых, заново выстраивайте с ней доверительные отношения с предварительным объяснением ваших действий, с предварительным объяснением того, почему вы так поступили, что вас заставило и так далее, чтобы девушка не думала про вас что-то плохое. Думаю, что вернуть отношения можно, вы просто допустили ошибку, если больше себе вы ее не позволите, то тогда проблем особых у вас не будет. А вы могли просто сказать, что, например, очень боялись ее потерять и хотели, чтобы она побыстрее была с вами. То есть, причина, по которой вы так сказали, должна показывать, что вы ей дорожите. Только так, только такое объяснение может расположить девушку к вам и реабилитировать вас в ее глазах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.